Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Михаил, и сейчас я вам расскажу про проект открытого кода на факультете компьютерных наук в Высшей школе экономики. Если мы посмотрим на отчет Стэнфорда по искусственному интеллекту, то он нам говорит, что за 2021 год было сделано более 290 тысяч научных публикаций в научных журналах. Это не считая конференций, книг и так далее. При этом, если мы обратимся к другому источнику, к сайту Papers with Code, то он утверждает, что только 30% научных исследований, научных работ имеют хотя бы одну открытую реализацию в виде какого-то кода, который можно использовать. Если же мы посмотрим, а сколько же в области искусственного интеллекта именно открытого кода, то есть без привязки к каким-то научным исследованиям, статьям, конференциям и так далее, то мы увидим, что согласно того же отчета, что их более 330 тысяч. То есть мы видим, что их больше, чем научных статей. То есть открытый код пишут не только научные коллективы, научные сотрудники, но и разработчики компаний для решения каких-то своих прикладных задач. И да, мы знаем, что эти коды тоже популярны. Популярность измеряется количеством звезд. И вот эти проекты в области ИИ к 2022 году собрали более 8 миллионов звезд по всем проектам. Хорошо, мы знаем, у нас есть научные статьи, у нас есть код научных исследований, либо код в какой-то области. Как эти два мира связаны? Здесь в таблице представлены наиболее популярные работы за конференцией Neuribs. Это одна из наиболее престижных конференций в области искусственного интеллекта во всем мире. Здесь собраны по три самых популярных работы за три прошедших года. И что это за работы не столь важные сейчас? Важно посмотреть на три столбика с числами. Первый столбик — это количество цитирований этих работ в научных журналах, во всех научных журналах. Второй столбик — это количество форков на GitHub. И третий — это количество звезд. Что нам эти цифры говорят? Первое, что бросается в глаза, то, что количество цитирований и количество звезд на GitHub коррелируют. Чем больше одного, тем больше другого. Корреляция еще не значит причинно-следственные связи, но тем не менее корреляция-то есть. Второй любопытный факт — это то, что количество звезд, как правило, всегда больше, существенно больше, чем количество цитирований. Это объяснить можно тем, что результаты исследований нужны не только самим исследователям и их коллегам в университетах, и даже, лучше сказать, далеко не только исследователям из других университетов, но и разработчикам из компаний, которые используют результаты этих исследований для решения своих прикладных задач у себя на работе. С другой стороны, мы знаем, что если вы проводите исследования, то вам обязательно нужно сравнить себя с результатами своих коллег. Если у ваших коллег есть код своих экспериментов, которые они выложили, и которые легко можно воспроизвести в своем сетапе, на своем эксперименте, то, скорее всего, вы с большей вероятностью возьмете результаты этих коллег в своей работе. То есть наличие кода повышает шанс того, что ваши коллеги вас процитируют и будут использовать ваши наработки в своих исследованиях. Поэтому очень важно, чтобы научные исследования все-таки сопровождались кодом в какой-то форме, в виде библиотеки, в виде просто кода, который воспроизводит эксперименты. Более того, если у вас есть этот код, вы его разместили в правильном месте, а еще лучше, если вы в правильном месте про это рассказали, например, на какой-нибудь топовой конференции, то это сразу создает вам мощный начальный рост популярности, известности ваших результатов, как показано на этом графике. То есть это зависимость количества звезд в репозиториях на конференции New Rips от времени. И мы видим, что репозитории создаются, и практически у всех быстрый рост. И он происходит примерно в то время, когда происходит конференция. А уже цитирование, научное цитирование, основной KPI в научном мире, он уже приходит с запозданием в несколько месяцев, потому что вашим коллегам тоже нужно написать статьи за это время. Ну а если мы говорим, о какие же коды, в какой форме является самой популярной формой, то это, как правило, библиотеки общего назначения. Если мы говорим про искусственный интеллект, то это различные библиотеки по разработке нейронных сетей. Это TensorFlow, PyTorch, Keras, CircuitLearn и им подобное. То есть это то, что позволяет другим разработчикам делать их проекты, решать их задачи. Поскольку Высшая школа экономики публикует много статей и выступает на большом количестве конференций, не только в области ИИ, но в целом в области компьютерных наук, то возникла, конечно, закономерная идея, а давайте мы объединим как-то коды, которые есть у наших сотрудников, у наших студентов, в какое-то одно место, чтобы всем было понятно, где их искать. Для этих целей на GitHub есть организации, и многие организации в реальном мире имеют организации на GitHub. Это и мировые университеты из Соединенных Штатов, из Европы, из Азии. Это и крупные коммерческие компании, как Google или Apple. У нас в стране, в Российской Федерации, эта практика тоже есть. Наверное, самые известные репозитории у Яндекса, у него их несколько, у Яндекса как компании и у Яндекса как у школы анализа данных. И там можно найти и разработки самой компании, и различные образовательные курсы. Кстати говоря, у школы анализа данных самые популярные репозитории – это курс по анализу языков. У университетов российских тоже есть свои такие организации. Это и на Фистехе, и в ИТМО, коллеги про это расскажут сегодня позже, и у Скалтеха, и даже у Айри. Но если мы говорим про высшую школу экономики, то до недавнего времени такой странички у нас не было. У нас были отдельные репозитории для лабораторий. Если вы знаете, как эта лаборатория называется, и целенаправленно будете искать работы этих лабораторий, то вы, наверное, найдете. Но это не точно. То есть, окей, нас знают по статьям, но про наши коды знают мало, и найти их было сложно. Поэтому у нас возникла идея, что нужно как-то это исправлять, и мы создали проект «Открытый код», который преследует несколько целей. Первая цель – это увеличить видимость и узнаваемость кода факультета компьютерных наук, как его сотрудников, так и студентов. Увеличить вовлеченность студентов в проект FKN, поскольку, когда вы написали статью, вы ее уже поменять не можете, но код ваших научных исследований вы можете поддерживать, улучшать, изменять, и студенты могут принимать в этом активное участие. Ну а также привлечь сторонних разработчиков нашего проекта, поскольку на факультете работают преподаватели из компании, и из Яндекса, и из Бера, и из Тинькова, и они тоже могут принимать участие и в наших исследованиях, и в наших кодах. Ну а задачи проекта, они призваны достичь цели, это и объединить код, и привлечь студентов в рамках курсовых работ, выпускных, квалификационных работ, и летних практик, которые вот у нас начинаются в июле. Это организация докладов о лучших практиках, и подготовка рекомендаций общих, которым могут следовать и студенты, и сотрудники. У нас уже есть страница факультета на GitHub, вы можете изучить ее по ссылке, либо по QR-коду. Там уже собраны некоторые репозитории, которые были сделаны в результате научных исследований. Про некоторые из них я чуть-чуть расскажу, но чуть-чуть. Да, и мы только начали этот путь, но... Мы только начали этот путь, но здорово осознавать, что мы не одни, и наши коллеги на этом пути уже гораздо дольше нас, и мы можем посмотреть у них опыт и спросить у них совета. И некоторые из моих коллег сегодня как раз тоже выступят с докладами и расскажут про свой опыт. Ну и в заключении я чуть-чуть, буквально быстро расскажу про два научных проекта. Первый — это библиотека FULU. Это библиотека для анализа данных в астрономии. Она была названа в честь ZKSEAPE. Это реальная звезда с официальным названием FULU. Это результат научного проекта, в котором участвовали студенты и сотрудники из семи организаций из трех стран. Сначала это была одна страна, потом они все разъехались, стало три страна. Россия, Штаты и Германия. Вторая библиотека от наших коллег, которая занимается популяционной геномикой. Библиотека для оценки времени перемешивания между двумя популяциями в двух пульсах миграции. Если вам это о чем-то говорит, то возможно вам эта библиотека будет полезна. Если нет, то можете просто изучить по ссылке. Это именно научные результаты научных проектов в различных областях, не только в области компьютерных наук. Это и биология, и физика, и материалы, и прочее. Про некоторые из этих библиотек мы рассказываем в нашем канале в Телеграме. Если вам интересно, подписывайтесь. Там мы рассказываем про эти библиотеки и про новости по нашему проекту. Спасибо большое за внимание. Спасибо за доклад. Вопросы. Очень интересно и важно, на мой взгляд, такое именно знаниями, статьями и все остальное деление как open source. Вопрос только немножко такой, может, политический. Почему именно GitHub, это какая-то принципиальная составляющая, чтобы исключительно с иностранцами можно было взаимодействовать? Они с нашими никакими хабами не хотят дружить? Или все-таки было бы круто развивать какой-нибудь из своих? Все-таки там есть и GitFleek, и MosHub, и Усбербанка. Как-то я забыл, называется тоже есть. Может кто-то… Да, вот это Усбербанк как раз, GitWars. Да, спасибо за вопрос. Это на самом деле очень важный и чувствительный вопрос, особенно в последнее время. Ответ такой, я не знаю, как его квалифицировать, политически либо нет, но ответ такой. Научные исследования нацелены на весь мир. Мы публикуемся в международных журналах, наши сотрудники выступают на международных конференциях. Мы смотрим на международные базы, Scopus, Web of Science, научные базы. То есть наши исследования уже таргетируются на весь мир. А если мы говорим о площадке, которая популярна на весь мир, это прежде всего GitHub. Как я про это и говорю, что с помощью таких научных трудов, которые вы ориентируете на весь мир, можно было развивать и показывать, что в России есть в том числе… Потому что GitHub все-таки Microsoft такая штука. Она принадлежит самому, так сказать, ярому противнику, бывшему open source. Это сейчас они вроде как в коллаборации. Но раньше это было вообще… Он против был сугубо там чуть ли не судиться с этим. А так было бы развитие мало того, что научных проектов, так еще и хостов, где эти научные проекты. То есть можно было показать. Смотрите, научное сообщество. У нас есть хаб в России, на который мы наполняем, и мы делимся этим. Берите, может быть, вы тоже к нам придете. А получается, что мы сами приходим к Microsoft, отдаем все наши наработки буквально им. Они им там лежат, принадлежат. Развития бы хотелось не только научных трудов, но и отечественных разработчиков. Я понимаю, действительно, может быть, в будущем такая задача… Мы будем решать такую задачу, и такая задача станет более острым. Но пока что такой задачи перед нами не стояло, и мы такую задачу пока не решаем. Вот я отвечу так. Спасибо. Вопрос у меня такой, вот коррелируется несколько с моим вчерашним докладом. А что вы понимаете под системами искусственного интеллекта с открытым исходным кодом? Вот что в ваше понимание входит? Это тоже такой интересный вопрос. Прежде всего, в научном мире под открытым кодом, и все, когда мы говорим про коды, прежде всего мы имеем в виду все то, что необходимо для воспроизведения результатов. Если мы говорим про искусственный интеллект, то прежде всего это код самой модели, это код того, как эта модель обучалась, код того, как данные, на которых эта модель обучалась, предобрабатывались, как делалась постобработка прогнозов этих моделей, и желательно, конечно, сами данные, ссылка на сами данные. Вот с данными это проблема, потому что они большие. Иногда можно сохранить данные где-то, есть специальные сервисы для этого, но если мы говорим про большие модели, языковые модели, либо модели, которые генерируют картинки, которые обучаются на экзабайтах, наверное, данных, вот где их выложить в открытом доступе, вот тут уже начинаются проблемы. Но и более того, если мы говорим опять же про те же большие языковые модели, не все компании готовы делиться своими кодами по этим моделям, потому что они делают бизнес на этих моделях. Понятно. Но вы понимаете, что бессмысленно говорить о том, что это система с открытым исходным кодом, если вы бигдату самому не представили. То есть ценность этого открытого кода, она приближается к нулю фактически. Поэтому везде, где можно, мы либо выкладываем данные, если они были уникальны, и они проходят по размерам, либо мы указываем ссылки на источники, если это были открытые данные. Нет, ну к нулю она приближается все-таки с аномального справа, то есть это гораздо больше лучше ничего. Более того, вообще проблема воспроизведения этих нейронных сетей, как вы знаете, это вообще проблема доверенного, так сказать, центра искусственного интеллекта, как защититься от того, чтобы там вся моя нейросеть имела бэкдоры, через которые там, значит, вот идешь, показываешь ей QR-код, и все, значит, и падают самолеты, истребители, танки разворачивают пушки в другие стороны, вот это все. И с этим никак не побороться, и говорить о том, что... Михаил, такой еще вопрос. Михаил, вот здесь я. А подскажите, пожалуйста, вот у вас работают студенты с гитхабом, ну с каким-то репозиторием, их этому обучают или они сами? Почему я вопрос это задаю? Потому что в этом году я много общался, у меня было 15 студентов из высшей школы экономики. Вот, гитхаб, они используют вот самый последний вечер перед сдачей, они коммит один делают, и все, и даже редмини все заполняют. Это правда. Ну, скажем так, их учат этому в какой-то степени на курсах, видимо, по питону, где-то там на младших курсах, когда им изучают. Когда они к нам приходят уже на старшие курсы, и мы им читаем про искусственный интеллект, про машинное обучение, они уже что-то умеют, то есть мы их уже гитхабу не учим. Но я согласен, что даже вот на моих проектах такая же история. Они умеют там, гитпуш, гитпул, вот эту базу они умеют, но у них нету такой культуры постоянно туда коммитить. Они почему-то считают, что вот нужно сделать хорошо, и вот финальный классный результат, вот только тогда не стыдно туда закоммитить. И ты им объясняешь, что ну нет, нельзя, вы потом потеряете через месяц. Как вы откатите? Гитхаб не только нужен вам для того, чтобы показывать всем, но и для контроля версий. И вот этой культуры действительно не хватает, и я надеюсь, что мы это лучше. Совместно. Нет, не добьетесь, конечно. Спасибо. Кстати, может быть, стоит даже не результаты от них получать, а приучить этой культуре, то есть взять и просто стереть к чертям собачьим их результаты, чтобы раз и навсегда приучить их коммитить почаще. А потом, если их, например, блок, что они не могут написать коммит сообщения, очень многие разработчики, очень легко подключается нейросеть, которые смотрят измененные файлы и пишут на хорошем английском. Стар, дай я скажу. Давайте уже закончим. В коммит-месседже должно быть не, сделано, или почему именно так? Можно попросить, она напишет, зачем. Ты даже это поймешь. Так, спасибо за доклад. Следующий доклад.